Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас второй ролик, который посвящен куперозу. И в этом ролике я обещала вам сделать обзор косметических средств компании Фаберлик, которые помогают нам справиться с такой проблемой, как купероз. Сразу скажу, именно целенаправленного средства или какого-то крема, или какой-то сыворотки у компании Фаберлик в данный момент не существует. То есть были у нас коллекции раньше, да, было средство в коллекции Эксперт, но вот на данный момент так уж сложилось, что именно противокуперозного средства у нас нет. И поэтому приходится варьировать, что-то придумывать, как-то обогащать свою косметическую линейку теми средствами, которые есть, или оптичными вариантами, чтобы с этой проблемой справиться. Но на самом деле это не беда. Я вам сразу скажу, что практически в каждом уходном средстве, ну в частности в креме, присутствует наш активный ингредиент, но вафтем. Так вот, сам по себе на вафтем обладает потрясающими противокуперозными средствами. И поэтому, уже применяя косметику Фаберлик, вы занимаетесь профилактикой купероза, или же, если он у вас выражен, вы его значительно уменьшаете. Безусловно, результат вы увидите. Это гарантия стопроцентная. Может быть, кто-то увидит чуть позже, может быть, чуть раньше, но над своей кожей нужно поработать. Поэтому, абсолютно не беда, еще раз повторю, от того, что нет своего специального средства. Поэтому, здесь вот буквально, куда ни ткни, в какую коллекцию ни ткни, там, где в креме присутствует нова вафтем, проблема купероза, мы ставим галочку, как само собой разумеющаяся, либо профилактика, либо лечение. Но, у нас есть ряд косметических средств, которые, ну, обладают более эффективным действием. И, в общем-то, я сейчас поделюсь теми фишечками, которые я использую лично в своей практике, рекомендую своим консультантам, да, и клиентам в частности. Смотрите, если у женщины очень выражен купероз, да, мы, ну, вот мы сейчас берем априори тему на лице, у нас есть вот такой замечательный бальзам, бальзам суперактив, да, где повышенное содержание именно нова в теме. И вот этот бальзам я рекомендую обязательно всем тем, у кого есть купероз, потому что и мы усиливаем любое косметическое средство. И сразу забегу, смотрите, можно для лечения или коррекции проблем купероза купить какой-то оптичный вариант, где присутствует компонент эсцин, производная конского каштана. Очень много, на самом деле, вот венотоников, средств для варикоза, которые содержат эсцин. И смешивая один к одному вместе с бальзамом суперактива, можно наносить вот такую вот смесь, уже косметическую, да, аптечный вариант и наш бальзам суперактив, либо на область купероза на лице, либо там по телу, например, в области бюдер, где есть сосудистая сеточка. То есть мы знаем, и я в справочнике прописывала это, то, что бальзам суперактив усиливает эффект любого аптечного варианта, да. А здесь вот такой антикуперозный эффект, противоварикозный эффект, но если вот про бедра, да, будет значительно выражен. Поэтому еще раз, смотрите, если очень выражена проблема, можно локально, то есть местно, наносить смесь один к одному из бальзама суперактива и аптечного варианта любой мази, любого крема, где есть эсцин. Эсцин или экстракт конского каштана. Иногда еще прописывают флавоноиды каштана. Это вот такая вот палочка-воручалочка. Ну, а дальше мы уже с вами говорили в первом ролике, что очень часто купероз в 90 практически процентов случаев ходит параллельно с сухостью кожи. И у нас можно, и вот выкрутится такая ситуация. Есть у нас прекрасный 3-ролл гель от темных кругов и отеков, который предназначен для области вокруг глаз, да. Я думаю, многие женщины с ним столкнулись и в восторге от этого средства. Я им не пользуюсь, ну, такой необходимости нет, поэтому сегодня вам продемонстрировать не могу. Но, тем не менее, тем женщинам, тем клиентам, тем консультантам, у кого есть купероз на лице, можно наносить 3-ролл гель 10-36 на область купероза, на область купероза, дать ему впитаться в течение 5-7 минут и сверху нанести свой базовый уходный крем. Еще раз, вот на фоне того, что у нас нет противокуперозного средства, я рекомендую именно 10-36 3-ролл гель использовать вот в качестве антикуперозной сыворотки или антикуперозного крема на ту область, где вот у нас есть такая проблема. Потому что именно в нем, в 10-36, присутствует экстра от конского каштана, из цина, о котором я говорила, еще дополнительное хорошее средство, которое тоже помогает бороться не только с проявлением томотечности, но и куперозом, это центелла азиатская. Поэтому, вот если взять, вот такая у нас есть еще схема применения 3-ролл геля на область с куперозом. Это вот чисто так, да? Ну, а теперь возвращаясь к нашей сухости. Смотрите, все-таки вот по тому, что у нас сейчас происходит, и по тем отзывам клиентов, которых я веду, я могу сказать, что вот коллекция Пролексир не только у нас обладает омолаживающими свойствами, но благодаря тому, что и комплекс Пролексир сам по себе, и Новофте. И вот мы заметили, что все-таки сосудистый рисунок после применения такой коллекции уменьшается. Поэтому вот я, например, уже говорю, что Пролексир, еще обладает коллекция Пролексир противокуперозным эффектом. Вот такое средство. Дальше. Есть у нас замечательная, потрясающая сыворотка. Концентрат суперувлажнее под номером 1064. Вот этот концентрат тоже мы заметили, что количество выраженной такого сосудистого рисунка значительно уменьшается. Ну и плюс вот эти два средства, и сыворотка 1064, и серия Пролексир замечательно увлажняют кожу. То есть решают еще одну проблему, которая ходит параллельно с куперозом. Это сухая, тонкая, раздражительная кожа. То есть и оба средства еще великолепно снимают раздражение. При куперозе это очень-очень нужно и важно. Дальше, что бы я вам порекомендовала. Есть у нас состерапия и восстановление крем. Но он у нас в троечке, да, под номером сейчас на данный момент 1070. Если мне память не изменят, это у меня старый вариант еще остался. Крем состерапия и восстановление. Вот он у нас в третьем шаге, шаг А, Б, С, где химический пилинг, микродермабразия, да, и вот этот крем. Я уже вот отдельный ролик ему посвящала и говорила, что этот крем можно самостоятельно применять в качестве, скажем, дневного крема. Вот тут еще замечательно, то, что нужно для купероза, это фактор защиты от солнца. И благодаря тому, что входит комплекс Кальма Син Син, он тоже обладает противо, вот где-то там не на последнем, скажем, месте, но тем не менее, есть у него такой эффект противокуперозный. И опять-таки, вот этот крем хорошо и увлажняет, и омолаживает, кстати, тоже проблема при куперозе выражена, и снимает раздражение. То есть, смотрите, вот мы уже с вами три средства, которые мы можем рекомендовать при куперозе, уже набрали, нашкряпали. Единственное, что напомню, что все-таки при куперозе косметика или коллекции, которые предназначены для жирной кожи, коллекции антиакне, коллекции для комбинированной кожи, то есть вся та косметика, которая обладает подсушивающим эффектом, при куперозе не рекомендуется. Поэтому я напоминаю, что если кожа жирная, все-таки акцент нужно делать на купероз, а не там придание матовости и решение проблем с расширенными порами. Вот там действительно задача индивидуальная, и можно в зависимости от размера купероза или проявления купероза применять и 10-36 рерл гель, и, скажем, коллекцию, вот фито, да, нашу коллекцию для комбинированной кожи. Ну, то есть, в принципе, выйти из этой ситуации можно. И смотрите, что еще хорошо в рамках Фаберлик. Мы уже говорили, что вот очищающие средства, тонизирующие, должны быть мягкие, щадящие. У нас сейчас достаточно расширяется этот ассортимент, поэтому можно вот принципом комбинаторности. Если все-таки по логике вещей, да и правильнее, чтобы у нас была одна линия, одна линейка, скажем, средств для очищения, тонизирования, крем дневной, крем ночной, там свой скрабик и своя питательная маска, например, да, то вот уже при куперозе можно именно использовать комбинаторность. Например, вот в рамках Фаберлик, да, есть у нас потрясающая пенка для очищения из коллекции Премиум. Или же есть у нас замечательный мусс для умывания в коллекции Эксперт для чувствительной кожи, да, а вот тоника не там, не там нет. Какой тоник подобрать? А тоник мы уже должны с учетом купероза подобрать из серии либо аквакислород, либо витокислород, либо у нас остается там для зрелой кожи коллекция Реноваж, да, вот в общем-то и тоник нужно подобрать. Не какой-нибудь фито, да, не бифазный шейк-тоник, а именно с учетом того, что у нас есть купероз. Ну, а крема мы уже сказали, в принципе, проблема купероза у нас будет под контролем благодаря тому, что у нас есть такой активный ингредиент, как Новофтем, Новофтема 2, да. А в отношении, вот еще раз я вернулась к Новофтема 2, давайте проговорю же. За счет чего происходит восстановление? Мало того, что у компании Фабрелик масса патентов, да, и я уже разнесла, что усиливая действие любого косметического средства, я напомню, что Новофтем не только доставляет кислород из воздуха, да, извне нашей кожи помогать, но благодаря тому, что Новофтем состоит из двух ключевых ингредиентов, это Аквавтем, да, неразбираемый, он доставляет кислород, и присутствует DSTH комплекс, то есть экстракт морских водорослей, который, кстати, вот разработала, напоминаю, японская корпорация, Ника Хемикал, да, и усилена, кстати, сразу скажу, вот эта парочка сладкая молекулой, аминокислотой, точнее, L-аргинин. Так вот, смотрите, благодаря такому уникальному составу, вот этот именно комплекс DSTH, усиленный аргинином, позволяет восстановить микроциркуляцию в коже. И я когда-то уже говорила своим, ну, вы, наверное, ну, понятное дело, что мы с вами именно Новофтем не разбирали, я, наверное, всё-таки вот один ролик, я уже обещаю, я именно посвящу Новофтему, но сразу скажу, вот Новофтем — это не то, что там запуск человека в космос, это даже, скорее всего, мы приближаемся к технологиям, вот если сравнить, так это посадка где-то на Марс, да, и вот настолько, благодаря вот этому комплексу, мы восстанавливаем процессы нормальные, причём физиологические процессы в нашей коже, но потрясающий эффект. Просто напомню, смотрите, с возрастом количество сосудиков в нашей коже уменьшается, ну, после 25 лет вот начали действовать наши биологические часы, и как ни крути. И наша кожа страдает не только от недостатка кислорода, да, но она недополучает питательных веществ. А вот благодаря Новофтему наша кожа омолаживается, мы воспринимаем всё это абстрактно, но на самом деле у нас прорастают новые сосудики, и это нормальный, естественный процесс, пока мы молоды. А другое дело, когда нам 40, когда нам 50, этот процесс, именно вот нашей коже, естественный процесс, немножечко замедляется, ну, я говорю, притупляется, да. И вот благодаря Новофтему в нашей коже именно прорастают, появляются шунты, связка между капиллярчиками. Это один момент вот при куперозе. Во-вторых, мы говорили в первом ролике, что купероз – это то место, где расширены сосуды, где застой крови. Так вот, ещё раз, именно DSTH-комплекс, именно молекула аминокислота, аргин, позволяет восстановить микроциркуляцию. И там, где сосуд был расширен, где его стеночки сильно были повреждены, вот уже Новофтем решает эту проблему. Поэтому, если вот осознать, если понять, ну, это, вот у меня нет слов, это настолько бомбовский продукт, это настолько та косметика, которая позволяет решить, ну, абсолютно практически все проблемы нашей кожи. Вот, главное понять, как работает, и тогда у вас действительно просто глаза открываются на этот мир, и совсем по-другому вы смотрите на эту косметику. Вот, поэтому, вот опять возвращаясь. Ещё раз, любой крем, который содержит Новофтем, уже априори изначально будет решать проблему купероза. Поэтому, не верьте снова-таки тем косметологам, дерматологам, которые будут говорить, что купероз корректируется только там, либо лазерной терапией, и что с ними возможно справиться с помощью косметики. Ещё раз, дерматология, косметология, лаборатории, которые занимаются этим вопросом, настолько шагнули вперёд, что косметика и справляется, и будет справляться с куперозом. И у нас потрясающая база, у нас действительно накопилось столько случаев, я же говорю, вот жалко, что как-то мы не отслеживали это, не фотографировали наших консультантов до и после. Ну, это есть, это действительно есть, иначе бы наша косметика не пользовалась такой популярностью. Ну, и это то, что я хотела сказать про Фаберлик, да. И есть у нас вот такое потрясающее средство Сингаровское. Это гель, восстанавливающий с аргинином. Он сейчас у нас выходит в новом дизайне, я, к сожалению, не успела приобрести. Будет он под номером 255, ну, или как вам там удобнее по-своему говорить, да, 20-05. В общем-то, не суть важна. Но настолько, снова-таки, вкусный, сказочный, потрясающий, ну, проверенный состав на себе, на своей семье. И опять-таки, в плане не только варикоза, вот то, что тут рекомендуется, да, там, судороги ног, варикоз, геморрой, и что у нас только уже им не опробировано. Борезы, ранки, ссадинки и прочее, прочее. Так вот, я вам хочу сказать, вот этот же гель я рекомендую и рекомендовала и буду рекомендовать, а тем более в новой упаковке буду рекомендовать тем женщинам, у кого купероз. Его можно приметь то же самое на область купероза, да, и как самостоятельно вместо крема, просто как средство антикуперозное, или же под свой базовый крем, потому что вот текстура достаточно легкая у этого крема. Ну, в общем-то, не хочется мне даже разбирать старый вариант. Я вам скажу, что просто в новом варианте этого геля будут присутствовать изофлавоноиды конского каштана, которые вот в мире больше всего, как раз-таки, антикуперозных средств именно на экстракте конского каштана. Поэтому проблема есть, берите. И самое интересное, что вот это средство будет от очень многих проблем. Не только купероз, это я вам просто его привожу в качестве примера под купероз, но решит большую, большую долю, большую массу всевозможных проблем, начиная от деток, кончая пожилыми людьми. Поэтому, в общем-то, вот такой обзор. Ну и коснусь, что я еще рекомендую, в принципе, при куперозе. У меня, в частности, ну, некоторым женщинам я рекомендую, например, применять органовое масло. Великолепно борется с куперозом. И есть у меня масло дерева ним. Да, вот замечательно. Именно много разных масел можно применять при куперозе. Замечательная виноградная косточка и кунжутное масло. Но я вот эти именно два маселка беру не в плане даже сосудистого, вот такого, сосудистой проблемы. А я вот эти два масла использую именно больше в косметическом плане, потому что здесь решается сразу проблема и сухости, и омоложения. Ну, в общем-то, и восстановление гидролипидной манки целый ряд, целый каскад вот таких проблем. Поэтому и обязательно к маслам, к маслам, к любым, я чаще всего применяю наш бальзам Суперактив. Потому что, смотрите, вот такое сочетание позволяет усилить эффект каждого масла, базового, питательного, в разы. А если делать еще, там, добавлять, допустим, эфирное масло, ну, например, при куперозе, там, и лаванду можно применять, и цитрусовую группу индивидуально все подбираться, да, то мы знаем, что у компании Фабролики есть патент, говорящий о том, что действие эфирного масла увеличивается в несколько раз под воздействием новофтема, аквафтема в частности. Поэтому вот такая вот еще можно, в принципе, из ряда народной медицины, из отряда народной медицины, можно все подобрать, можно все откорректировать и получить замечательный результат. Единственное, что я вам хочу сказать, что какую технику, тактику ведения борьбы с куперозом вы не выбрали, я просто напомню, что этот процесс достаточно во времени, такой энергоемкий, да, нужно время, чтобы решить эту проблему, потому что сосуд у нас увеличивался не один день, он у нас не за один день появился, это долгая была песня, да, пока мы вот так вот визуально не увидели. Точно так же и восстанавливать кожу нужно еще дольше, но результат себя не заставит ждать. Поэтому боритесь смело, ухаживайте за собой. И главное, напомню, правило при куперозе, это у вас должна быть правильно подобранная косметика с учетом купероза, и обязательно должен быть ежедневный уход, потому что кожа с куперозом, к сожалению, и стареет значительно быстрее, и ведет себя бурно, агрессивно и раздражительно, да, поэтому ее нужно любить, а кожа вам обязательно ответит красотой и здоровым внешним видом. Ну, в общем-то, вот такой обзор. Я желаю вам побороть быстрее проблему с куперозом, и вы увидите результат. Всего доброго, до свидания.